Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ну что, ребята, то, о чем мы так долго с вами говорили, свершилось. И судьба Крымского моста уже абсолютно понятна. Так вот, друзья мои, сегодня первый раз за почти 6 месяцев войны Украины с фашистской Россией мы шандарахнули по цели, по объектам во временно оккупированном фашистами украинском Крыму. Поэтому попадание получилось более чем удачным. Речь идет о так называемом Сакском аэродроме военном, с которого взлетала изрядная часть тех самолетов, которые пулялись потом ракетами по Виннице, Одессе, Николаеву, естественно, и по другим нашим городам, по Днепру. Перечислять долго не буду, потому что их много. И вот, ну знаете, все равно, сколько ты не будешь делать гадости, ну расплата же она придет, потому что, ну так мир наш устроен. Не бывает игры в одни ворота, не бывает. Если тебе кажется, что ты такой великий и такой могучий, и ты все можешь это вот так вот делать, потому что ты большой, эмоционный, то вот эта логика, она иногда срабатывает под конец против тебя, с точностью до наоборот. И вынимать гвозди из задницы приходится уже тебе. К сожалению, вот так устроен наш мир, и мы тут ничего не можем поменять. Так это и есть. Сегодня, в 3 часа дня, один за одним, 7 попаданий дальнобойными ракетами по аэродрому расистов под Саками, так называемая Новофедоровка. Называйте как хотите, хоть Саки, хоть Новофедоровка. И вы знаете, дело даже не в самом Сакском аэродроме, который является 100% допустимой военной целью для того, чтобы его кондропупнуть так, чтобы с него цурки летели. Речь идет еще о принципиальных моментах. Первый, он психологический. Рашисты должны понимать, что из Крыма надо будет убираться им. Точно так же, как из Херсонской области, как из Запорожской, из Луганской области, из Донецкой, само собой разумеется, из Харьковской. Отовсюду придется уметать ноги, убираться вон. Вышли, встали и вышли. И закрыли за собой дверь с той стороны. В болота, назад. Вот таким вот образом теперь это все происходит. Помните, я вам говорил когда-то, что мы обязательно заберем Крым? Мы обязательно его заберем. И вот этот первый, знаете, такой свисточек, тю-тю, что мы его заберем. И вы бы видели физиономию вот этих вот нелегальных мигрантов, которые туда понаехавших, которые видели вот эти вот взрывы на военном аэродроме. Это дорого, это любо дорого смотреть. У нас уже куча видео в телеграм-канале. Ссылки, как обычно, снизу их там куча уже. Видео куча, фотографии тоже. То есть, ребята, это дорого стоит. И они не знают, что делать. Вот на их глазах вот этот блеф великой могучей Россеюшки рассыпается на глазах. Она не великая, не могучая. В России это просто большая куча с навозом. Которая подумала, что от того, что в ней навоза больше, чем где-то еще, ну а нам от снея. Нет. От навоза нету паровоза. Вот так вот. Значит, это первый момент. Второй момент. Вот эти понаехи, их сдуло из Новофедоровки. Это курортный городок. Просто, знаете, и сдуло. А что вы делаете на Украине? Я хочу спросить. Вы через какой пункт пропуска Украины проехали, а? Через закрытый в Керчи? Ну, бегом до Керчи назад туда. В Болота. В Керчи пункт пропуска Украины. Закрытый. Вы были на ворованном украинском песке. В ворованной украинской Новофедоровке. Которой вы никакого отношения не имеете. Потому что Крым это Украина. А вас туда никто не приглашал. И вот эти вот мигранты, которые туда набились покупаться, на песочке пузо погреть. Они точно такие же бандиты, как и те, которые с оружием пришли на нашу землю. Потому что они скупщики краденого. Они поощряют воровство. И на это есть у статья Уголовного кодекса. И интересно сейчас оттуда бегство. Сейчас караваны машин несутся в другую сторону. А что же случилось? А что такое? Все. Пляжи опустили за 15 минут. Драпают. Это происходит именно то, о чем я раньше. Я вам уже долго об этом говорил. Стоит нам вот так вот сделать. И все. Они побегут оттуда. Более того, я уверяю, Крым никто не будет защищать. Они убегут. Они убегут. Просто потому что, знаете, это наше. Это наше. Мы своего не отдадим. Мы свое заберем. Мы выгрузим это все. А они все равно знают, что они по наехи. Они все равно знают, что они оккупанты. Временные оккупанты на святой украинской земле. И их тут не будет. Как хотите. Они должны вернуться к себе туда. По добру, по здорову. Вот. Это один момент. Второй момент. Там сейчас объявили эвакуацию из Сакского района. Район находится от ближайшей линии фронта украинско-российского. Где-то километров 200-220. Так что прилетает то, что надо и куда надо. Хочу, кстати, большой параллельно передать большой привет морячкам, фашистам Черноморского флота фашистской федерации. Вам большой привет. Привет всем. Как там себя чувствует Севастополь? Все хорошо? Ничего не жмет? Не это самое. Но я же таки хочу напомнить. Единственное, что Севастополь это чудовое украинское место. Так, на секундочку. Чтобы немножко пришли в чувства. И поняли. Что и Севастополя тоже придется удирать. И из Керчи придется удирать. А дальше я вам скажу, что будет. Расхреняча, скорее всего, Джанкой. С тем, чтобы не было. Вот я лично, я бы. Лично я бы ударил. Ну, конечно, не по мирному населению, а по железнодорожному узлу связи. Через который идут все рашистские вот эти караваны. Значит, первое. Это Джанкой. Может даже Крымский мост не колупать. Разнести в пух и прах джанкойский железнодорожный узел. И вся вот эта группировка рашистов, Мелитопольская и Херсонская, она просто зависает в воздухе без снарядов, без жратвы, без личного состава, без техники. Абсолютно без ничего. Раньше это казалось фантастикой. Дальше. Перекоп. То же самое. Абсолютно законная цель. Разнести его. И, собственно говоря, на этом все приплыли. И так далее, и так далее. Я уже молчу о железнодорожной части Крымского моста. Святая цель. Просто святая цель. И вполне достижимая. Никаких проблем нет. Вот эти ракеты, которые у нас есть, они бьют более чем на 300 километров. Но тут еще, бог с ним, оставьте. Понимаете, меня интересует еще один момент. Как они все радовались, когда на Киев сыпались ракеты, когда на Одессу сыпались ракеты, когда на Николаев сыпались ракеты, когда Харьков каждый день бомбят. У них просто радость. А сейчас как? У вас там все хорошо? Нет? Ничего не жмет? Нет, нормально. Еще раз вам повторяю. Никогда в жизни не бывает того, что кто-то кого-то бьет, а этот второй не защищается. Ну, не бывает так. Бывает, что не сразу начнут защищаться. Бывает, что начинают защищаться не в полном объеме. А потом приходит сила. Еще надо понять одну вещь. Понимаете? Россия страна-изгой. Россия страна, на которую все тыкают пальцем и гонят паршивыми тряпками из любого международного сообщества. Украина это страна, которой все помогают. Весь мир за нас. Ну, кроме Эритреи. Извините меня. По-моему, Мумба-Юмба тоже сказали, что они там любят Путина, но не знают, кто это такой. Вот. Поэтому, ребята, у нас с каждым днем армия становится сильнее. Я только сейчас рассказал за 50 новеньких турецких бронетранспортеров. Да? Не к теме, но тем не менее. И это прибывает. Это только верхушка айсберга того, что к нам приезжает. И за этими 50 будет. Еще 150 их будет. 200. Бронетранспортеры едут. И из Канады, и из Австралии. Откуда угодно. Это только БТРы, танки, а все остальное. Это все едет. Это все будет у нас. В достаточном количестве. В то время, как каждая единица техники, уничтоженная у расистов, она последняя. Потому что произвести это, великая и могучая, ничего больше не может. Потому что, а, санкции, б, руки кривые. Вот так вот. Так что, наша армия с каждым днем все сильнее, а вот расистская армия все люднее. То есть, они могут призывать сколько угодно. У них человеческого материала, пушечного мяса, у них море. Трех линеек, тоже, я так подразумеваю, море. Потому что автоматов Калашникова, я так смотрю, у них уже там не на всех хватает. Уже и ППШ выдают иногда. Вот. Так что, ну, дело в том, что вот такой вот ордой войну не выиграешь современную. Нам все равно, будет у вас мобилизация. Не будет у вас мобилизация. У вас нет техники нормальной. И уже никогда не будет. По крайней мере, пока Россия вот в этом еще видит. А мы, а мы получили эти ракеты, насколько я знаю, только вчера. Сегодня уже их опробовали. Очень хорошо, видите. Не стали откладывать это все дело в долгий ящик. Нанесли очень точечный, красивый удар, которому аплодирует весь земной шар. И никто не против него. Потому что это абсолютно... Кстати, у американцев нет никаких возражений. Потому что Крым это Украина. Это абсолютно законная цель. Как и незаконно построенный Крымский мост. Это просто обычный самострой. Так же, как курятник там у кого-то незаконный на третьем этаже. Надо снести. Надо снести. Но сначала надо убежать вот этим понаехам. Так что там сейчас в Крыму стремительно пустеют пляжи. На Крымском мосту выстраиваются огромные очереди в другую сторону. Почему? Потому что наши ракеты вот эти, они могут прилетать абсолютно в любую точку Крыма. От Феодосии и до САГ, как мы видим. Севастополь само собой. Так что, ребята, все с почином. Это сегодня был очень крутой день. Мы наконец-то, мы еще не перенесли войну на территорию врага. Крым это еще наш дом. Но враг должен понимать, что ничего не бывает без ответа. На любое действие есть, правильно, дети мои, противодействие. Слава Украине! Слава Украине!